Это программа День с толком в студии Артём Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Вслед за другими регионами алтайские предприниматели просят губернатора отменить систему QR-кодов. Диагноз «не отходя от кровати». Новое оборудование облегчит обследование тяжелых больных. 6. Двоек. В волшебную дату 22 февраля в крае свадебный бум. Пункты временного размещения для жителей ДНР и ЛНР в случае необходимости готовы оперативно развернуть краевой МЧС. Соседний регион Республика Алтай за ночь уже обозначил количество переселенцев, которое готов принять 100 человек. За прошедшие сутки регионы России начали реагировать на новую реальность. Накануне Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. 90 тысяч жителей Донбасса уже прибыли в Россию. Наша территория в числе регионов готовых их принять. Но готовы ли жители края? Ответ в сюжете. Подписывает указ президента Российской Федерации о признании Донецкой Народной Республики. О признании Луганской Народной Республики. Донецк и Сибирь по духу равные. Украинцы, белорусы, и казахи, и все остальные, которые были в СССР. Это все наши. Только они нас своими не считают. Независимость республик уже признали Сирия, движение в Йемене. Поддержку выразили в Южной Осетии, Абхазии. Планируют признать суверенитет Венесуэла, Куба, Никарагуа. Отношения Сербии неоднозначные. Но в Европе и на Западе решения президента не принимают и грозят санкциями. Правда, они будут несущественными, заверяют алтайские политологи. И скорее будут носить персональный характер. А на экономику повлияют совсем другие факторы. Но это мы узнаем позже. А пока в Алтайском крае, как и в других регионах, готовятся принять беженцев. Вернее, беженцами их теперь называть некорректно. Это переселенцы. Ну, почему не Алтайский край? Во время войны к нам приезжали беженцы. И наши бабушки и дедушки их принимали. Жили гораздо хуже, чем мы сейчас. Для всех, кто готов оказать помощь и даже предоставить кровь, создан сайт. На нем россияне уже отмечаются. В основном это центральная Россия, юг. В Алтайском крае сейчас 13 адресов. К слову, помимо помощи братскому народу, именно работников в регионах и ждут. В переселенцах заинтересованы все территории России. Здесь необходимо правительству Алтайского края четко рассчитать, сколько нам надо людей, какие люди нужны. Потому что не секрет, что у нас большая нехватка рабочих профессий. Нам бы хотелось все равно здесь получить увеличение жителей на селе. Политолог уверен, волны переселенцев не будет. Хотя последняя цифра. В Россию прибыло уже 90 тысяч жителей Донбасса. Завлечь их так глубоко в Сибирь могут в специальные программы правительства. О таких планах местные власти пока не сообщают. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. Предприниматели края требуют отмены QR-кодов. Их главный представитель, бизнес-амбудсмен региона Андрей Осипов, направил письмо губернатору с предложением отмены электронных пропусков. QR-коды, они уже свою роль сыграли. И на Омикрон они уже не так взаимодействуют. Сыграли они действительно в QR-коды эту роль. Я могу привести пример. Мы считали, мы говорим о введении QR-кодов и их действии, первый месяц их работы. То у нас всплеск, скажем так, вакцинации составил более 300 тысяч человек. Осипов подчеркивает, сегодняшнее обращение к главе региона уже третье по счету. Но сейчас, по мнению омбудсмена, самая подходящая ситуация для отмены QR-кодов. Заболеваемость снижается, столь сильной нагрузки на реанимации уже нет. Уполномоченный по правам предпринимателей отметил также, что частично или полностью от QR-кодов отказались уже 14 регионов в России. В числе них и наш соседний Кемеровская область. Кроме того, Госдума отложила рассмотрение второго чтения закона о введении QR-кодов в России. Обследовать тяжелых пациентов теперь можно непосредственно у постели больного. Новое оборудование появилось в больнице скорой медицинской помощи. В 25 миллионов рублей обошлась видеоэндоскопическая система, о которой здесь мечтали 10 лет. Подробности в видеосюжете. Японское оборудование самого высокого класса позволяет, по словам врачей, проводить неотложную хирургическую диагностику желудка и 12-перстной кишки, удалять камни в желчном, делать видео и фотоизображения манипуляций. Тут многочисленные функции, увеличение записи, функция NBI, которая позволяет более детально осмотреть слизистую оболочку, мелкие структуры, проводить дифференцировку между нормой патологии, онкопатологией в том числе. В основном на этом оборудовании будут обследовать больных хирургического отделения, но не только их. Практически всем пациентам перед операциями необходимо обследование желудка и 12-перстной кишки, чтобы избежать эрозии и язвенных кровотечений. К слову, в обновлении материальной базы нуждаются почти все отделения больницы. Подобные эндоскопические стойки нужны и в хирургическом, и в гинекологическом отделениях. Травматологам требуются новые рентгеновские установки. Самое востребованное, я думаю, это операционные столы, потому что некоторые столы, столам уже больше 30 лет. Мы сформировали заявку, мы видим, что нас услышат, что им требуется замена. Помощь экстренным больным должна быть не только оперативной, но и высокотехнологичной, уверен главный врач больницы. Так что финансовые поддержки от Минздрава ждут и в этом году. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. В ближайшие 2-3 недели в Алтайский край придет новая очередная вакцина от коронавируса для подростков. Об этом сообщила главный эпидемиолог края Ирина Переладова. Она также добавила, что на сегодня от ковида в нашем регионе привились 200 тысяч алтайских подростков. Вакцина, которая идет сегодня у нас, она идет с 12 до 17 лет включительно. И уже в момент постановки вакцины до 14 лет родители пишут согласие на прививочку, а уже старшие дети дают сами это согласие. Вакцину реализовали быстро, за три недели. По словам Ирины Переладовой, федеральный министр здравоохранения анонсировал новые поставки вакцины в регионы в ближайшее время. Но пока об их точном количестве и объеме неизвестно. Результаты ЕГЭ за время пандемии не стали хуже, вопреки расхожему мнению о том, что качество подготовки учащихся упало из-за перехода на дистант. Об этом сегодня сообщила специалист регионального Минобра Наталья Полосина. Она отметила, что был проведен детальный анализ. За основу брали два показательных года – 2019 и 2021. И в сравнении говорить можно как о плюсах, так и о минусах. Так, чтобы обрушить качество знаний в связи с пандемией и в связи с дистантом, такого не произошло. Скажем, по географии, по истории мы чуть-чуть ухудшили свои результаты. А вот по литературе, по русскому языку, по информатике, по математике профильной у нас получились баллы повыше. В прошлом году у нас было три ребенка, которые сдали три экзамена на 100 баллов. Что касается этого года, то досрочная сдача ЕГЭ начнется уже через месяц – 21 марта. Экзамены будут сдавать 30 учащихся прошлых лет. Основная волна пройдет в июне. Всего сдавать ЕГЭ планируют более 11 тысяч человек. Основными предметами по-прежнему являются русский и математика. Если при поступлении необходимы другие, то их тоже можно сдать. Причем число дисциплин не ограничено. Самые популярные в этом году – общество знания, информатика и профильная математика. В Алтайском государственном техническом университете завтра отметят круглую дату. В конце 1941 года в Барнаул эвакуировали Запорожский машиностроительный институт, на базе которого в дальнейшем и образовался сам политех. Так вот, ровно 80 лет назад, 23 февраля 1942 года, в университете начались учебные занятия. Возникает вопрос, а если не война и те обстоятельства, появился бы в Барнауле технический университет? Подробности расскажет Ирина Корчагина. Больше полувека в родных стенах технического университета. Сергей Леонов – преподаватель легенда, как и его отец Леонид Леонов – физик, математик. В 1941 году он приехал работать с преподавателем в Барнаул из Запорожья. В то время на Алтай эвакуировали Запорожский машиностроительный институт. И впоследствии на базе этого института будет зарожден сам политех. После войны многие преподаватели останутся в Барнауле, в том числе и Леонов-старший. Ну, как педагог он был, в общем-то, известный педагог, и я сам у него учился. Это было очень тяжело. Почему? Ну, потому что не надо учиться у своих родителей и родственников. Дело в том, что ведь он прекрасно понимал все, что я знаю и чего я не знаю. И поэтому на экзаменах я старался всегда попасть не к нему, а к тому, кто вместе с ним вел у нас занятия, лабораторные работы. 23 февраля 1942 года в институте начались первые занятия. А в мае 1943 года были выпущены первые 13 инженеров. И все-таки, почему из Запорожья институт эвакуировали именно в Барнаул? Удаленность, во-первых, от фронта, с другой стороны, наличие реки, железной дороги, трудовые ресурсы здесь были. Я думаю, что поэтому было принято решение. А почему уже вуз сюда приехал? Ну, здесь логика самая простая. Раз предприятия, предприятия без учебного заведения, наверное, не смогут. Так же, кстати, и учебные заведения без предприятия. Работали первопроходцы в непростых военных условиях. Температура в аудиториях пускалась до 10-15 градусов мороза. И студенты сидели в одежде, в варенках, в телогрейках. Вот, и даже вот я вспомнил один документ, где было написано, что чернила. Чернила отогревали девочки. То есть держали чернильницу, отогревали, замерзали. Появился бы в Алтайском крае политех, если бы не эвакуированный Запорожский институт. В самом университете говорят, да, техническая мысль в краевой столице так или иначе реализовалась бы. Но однозначно война ускорила этот процесс. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульцы могут узнать свой ВИЧ-статус в считанные минуты. Бесплатное экспресс-тестирование для горожан организовал Алтайский краевой центр СПИД. С сегодняшнего дня мобильный пункт работает в центре города. Любой желающий может анонимно сдать кровь. Результат анализа станет известен в течение 10 минут. Специалисты подчеркивают, его точность составляет 99%. В случае выявления человека с положительным экспресс-тестом на ВИЧ, ему будет предложено либо обратиться в центр профилактики СПИДа для дальнейшего обследования, либо мы можем на месте, наш фельдшер-лаборант заберет кровь для обследования. Экспресс-тестирование в скором будущем организуют и в других городах и районах. На очереди на Валтайск и Павловск. В Шипуновской колонии появились на свет две двойни. Правда, у них есть копыта, хвост и рожки. Речь идет о телятах-близнецах. За ними и еще за тремя сотнями коров ухаживают осужденные женщины. Наша съемочная группа оценила сельхозугодия, а также собственное производство натурпродуктов при Алтайской колонии. Потребности в сюжете Валентины Аскеровой. А почему сорока? На сороку похожа. Как только осужденная Шипуновской колонии Елена Тихомирова заходит в коровник, сорока начинает ластиться. Елена гладит буренку в ответ, общается с ней и, конечно, кормит любимицу. Пару месяцев назад женщина принимала у своей подопечной роды. Сорока отелилась двойняшками, что в принципе большая редкость. Двойня случается лишь в 4% отела. Прежде временно мы сначала с загона ее загнали сюда. Постелили соломки. И первые ножки показались. Первый был телочка, а маленько погодя, вот какое-то время прошло, бычок родился. Дождь, я не хочу фотографировать тебя, такую красивую девочку. Близнецы сороки, синичка и снегирь. Им два месяца отруду, а к ним уже прикованы глаза телекамер. За малышами ухаживает другая, осужденная Лена Харина. Весь мой день состоит в том, что я занимаюсь телятами. Кормлю, пою их, чищу у них, смотрю за их состоянием здоровья. Ну, любые мелочи. Телята должны быть сыты, накормлены, чистенькие, веселенькие. Самое главное. Я вообще от сельского хозяйства очень-очень-очень далека. Ну, как-то вот здесь сложилась так, приехала вообще на другое, а попала на телят и больше не смогла уйти. Хозяйство в Щепановской колонии большое. Свыше 300 голов крупнорогатого скота. 120 из них приносят молоко. Его отправляют на молокозавод для обработки. Мы обеспечиваем колонии Алтайского края молоком. Также мы делаем масло сливочное, реализуем через сеть магазинов для осужденных тоже. Ну, и на сторону продаем. Заключен контракт у нас с Чемальским домом-интернатом. И они у нас тоже приобретают масло сливочное. Подсобное хозяйство при уголовной исполнительной системе в Шипуново существует уже более 10 лет. За скотом ухаживает 10 осужденных женщин. У всех профильное образование, а животноводы получают зарплату. Но кроме материального вознаграждения есть место и моральному. Елена Тихомирова признается, что во время работы ее душа отдыхает. Женщина отвлекается от тоскливых мыслей по дому и того преступления, которое изменило ее жизнь. Работа помогает, отвлечься? Да, как-то забывается. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. У волейболистов университета есть все шансы стать победителями малого финала Чемпионата России. Последние игры показали, что потенциал есть. Сейчас спортсмены играют за 9-16 места в Чемпионате России. В минувшие выходные на своем паркете барнаульцы приняли команду из Ярославля. Первый матч выиграли гости 3-0. А вот во втором поединке наши взяли реванш. Хотя в целом он начался сложно. Первую партию наши волейболисты уступили 23-25. Но дальше пошла уверенная игра универа. Сравняв счет по партиям, студенты дальше и вовсе вышли вперед и удерживали победный темп. Как итог счет 3-1. Следующие игры университет проведет на выезде. В ближайшие выходные пройдут матчи против команды «Волжанин» из Костромы. У нас, знаете, да, покинут Сарпенко. Вот взяли сейчас в аренду на доказательном чемпионате молодого игрока из Новы. Где-то еще не совсем успели прикидываться. То есть, ну, одной тренировки, я считаю, что недостаточно. И в продолжении спортивных новостей. В Барнауле состоялся краевой чемпионат и первенство по ММА. В спорткомплексе «Опь» сошлись сильнейшие бойцы региона. За что бились спортсмены и кто чаще выигрывал золотые медали, расскажет Дмитрий Дроздов. Многие говорят, любительские бои интереснее, чем поединок профессионалов. Голодные до побед с горящими глазами юниоры и юниорки выходят в октагон. В специальную клетку, чтобы отстоять себя. На этот турнир приехало почти 200 бойцов со всего региона. Приезжают ребята, которые незнакомые, приходится вот закатывать такие поединки очень хорошие. Вчера у нас самому взрослому участнику 43 года, мой воспитанник. То есть цели не было никаких там отобраться в сборную, попасть в страну. Просто, говорит, я хочу подраться. Родные стены помогают. Так и в этом случае для барнаульских бойцов. Выступление на своей территории давало больше мотивации. На самом деле здесь две стороны. Одна сторона психологическое напряжение перед своими. Другая сторона, что ты дома. Тут весогонки, все это очень проще дается. И больше плюсов, скорее, чем минусов здесь. Больше всего золотых медалей завоевали бойцы Избейска и Барнаула. Но не только победители, а также и призеры турнира попадут в сборную края, которая будет состязаться уже в первенстве Сибири. Турнир пройдет с 18 по 20 марта в Новосибирске. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. В Алтайском крае появится своя китайская стена. Уже этим летом любители дикой природы увидят ее воочию. В природном заказнике Бощелакский, который находится в Солонешинском районе, откроют экологическую тропу. Ее прозвали Китайской стеной. Очень интересное место. Если фотографии были, все видели так называемую Китайскую стена. То есть красивое место. Это, естественно, путем обработанной ветром, водой, эрозией. Кроме того, в заказнике именно по тропе находится Бощелакское озеро. Высота озера примерно 1750 метров над уровнем моря. Сейчас в сети несколько фотографий. Их сделал редкий в тех краях турист. Но отдыхающих там скоро станет больше, убеждены специалисты. Так все экотропы, их в регионе 8, пользуются популярностью. Тигрек в том числе. Популярность этому месту, потому что на слуху есть Солонешинский район, есть Денисова пещера, есть каскад водопадов на реке Шенок. Все мы знаем три красивых водопада. Есть одноименный заказник, соответственно. Но про Бощелакски меньше людей знает. Любой, в принципе, подготовленный физический человек, среднестатистический, может выйти, пройти прогуляться, познакомиться с природой Алтайского края. И в завершении выпуска о сегодняшней волшебной дате. По крайней мере, таким 22 февраля считают многие молодожены. На Алтае в день с шестью двойками официально зарегистрировали брак 164 пары. Это почти в три раза больше, чем 2 февраля, когда также наблюдался свадебный ажиотаж. Так, в начале месяца свадьбу сыграли 62 пары. Почти половина, 27 в Барнауле. Сегодня же в краевой столице появилось 32 новые семьи, а в крае 164. Ваш семейный союз зарегистрирован с этой минуты. Вы официально муж и жена. Поздравляем вас! Мы живем уже 10 лет вместе. Захотелось чего-то такого магического. Все-таки тяжело уже будет чем-то удивить. Поэтому решили в такую дату. Говорят, что это какая-то священная дата. Через 100 лет только будет повторяться. Поэтому решили как-то в нее чисто символично отыграть нашу свадьбу. К слову, сегодняшняя зеркальная дата уникальная. Сразу 6 одинаковых цифр в одной дате. Такое сочетание бывает раз в тысячу лет. Но нашим современникам в этом смысле повезло. Вторая дата с шестью двойками выпадает на 22 декабря этого года. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok